Нам важна ваша поддержка. Вы можете помочь нашему каналу и команде гражданской обороны и антизомби по этой ссылке на наш патреон. Мы обязаны сохранить то важное дело, над которым трудимся все эти годы. И будем очень благодарны вам за доверие и поддержку. В Украине, да и пожалуй во всем мире, после нападения путинских орков на независимую страну, остров стал вопрос. Существуют ли нормальные русские? Поддерживаю и всегда за президента, двумя руками. Говорит, освободите. Там же очень много нацистов. Поддерживаю. Фашистов разбить надо. Я считаю, что нужно брать и Польшу, и все прибалтику забирать. Вперед, Россия! Путин, спасибо тебе за все. С этими понятно. Клиника. Но есть и те, кто не поддерживает слабоумного нациста. Также есть и те, кто открыто протестует против кровавого кремлевского режима. И когда я сейчас вижу, как горит Харьков, я не могу. Я это пережить не могу. Они психически больны. Но они имеют власть, и поэтому они могут уничтожить, задавить танками, посадить в тюрьмы, расстрелять. Любого человека, которого они встретят на улице. Любого. Это и есть фашизм. Когда вот это все вдруг переросло в войну, а кто-то кричит, так и надо, ну все, вот этого человека я зачеркиваю. Они перестали играть в толерантность с российской пропагандой и уже открыто посылают их вслед за российским кораблем. Ты пошел ку** отсюда. Я смотрю, у вас такая свободная культура, да? Пошел ку**. Памор начал снимать. Все, 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 все. Сейчас можешь получить. Бой. Бомонись. Не даю им таким известным. А почему нет? А вы же вранье у вас все. Все они изгнанники из своей родины. Но можно ли назвать Макаревича, который еще в 14-м году выходил с украинским флагом в Москве? Гребенщикова, который на протяжении восьми последних лет колесил Украиной с выступлениями, давая концерты даже в подземных переходах? Невзорова, нынче самого яркого антагониста Путина, который решил даже избавиться от российского паспорта? Александр Невзоров получил украинское гражданство. Могло ли у меня прийти в голову, что я буду гражданином Украины? Там год назад мне кто-нибудь бы это сказал, да я бы никогда в жизни не поехал. Да и полгода назад бы не поехал. Можно ли их всех назвать хорошими русскими? Я никогда не скрывал того, что я в свое время болел фашизмом, переболезом. Скорее всего, нет. Пожалуй, их можно отнести к категории «вменяемые русские». Но так называемые «хорошие русские» все-таки существуют. Вам обращается русский офицер. 24 февраля я и моя рота зашли на территорию независимой Украины. Выполняя преступный приказ диктатора Путина. Я понял, что нас с вами здесь никто не ждал с цветами и как освободителей. А напротив, нас проклинали и называли фашистами. Увидев реальность своими глазами, а не скобеево-соловьевские пропагандистские помои, некоторые российские военные решили начать бороться с настоящими, а не вымышленными нацистами. Нам, настоящим русским воинам, высшее военное руководство Украины разрешило создать подразделение в числа перешедших на сторону Украины. Для того, чтобы защитить свою страну, Россию, от путинского режима, от этого беспредела. Легион свободы России, который нынче воюет на стороне Украины, имеет численность до тысячи человек. В его составе исключительно россияне, добровольцы, перебежчики и бывшие военнопленные. И таких погибших или пропавших без вести большинство в Легионе. Их, в отличие от российского командования, офицеры ВСУ не бросают в бой, как пушечное мясо. Все без исключения прошли предварительную военную подготовку на украинских полигонах. А дальше – возможность доказать свои цели и идеи на деле. Внимание, бойцы! Мы выдвигаемся в район боевых действий на востоке Украины. Оружие при себе, патрон в патроннике на предохранительном. Успехи не заставили себя долго ждать. На передке Легион свободы России уже успел получить боевой опыт по отжиму орковской техники. Отжали этот танк для того, чтобы в скором времени пойти еб***ть на Москву, Путина и всех прочих, таких как он. Свободу России! А некоторые легионеры демонстрируют серьезный талант очистки украинской земли от набега нечисти. В последнем боевом зиткнене, цей россиянин убил 7 человек военнослужбовцев и взял в двух в полон. Против кого ты приехал сюда воевать? Против нацистов. Против каких нацистов? Ты тут нацистов видел где-то? И вот я русский, вот он русский. Ты хочешь сказать, что мы нацисты? Настоящие русские сражаются за свободную Россию. Действительно, стоит отметить, что главной идеологией данного легиона является не столько защита Украины, сколько освобождение России от Путина и его прихлебателей. Сегодня написал в легион «Свободная Россия», которая набирает движение, в которые думающие русские туда вступают и начинают противодействовать режиму Путина. Очень радуется, что это движение появилось и оно развивается. Поэтому желаю им добра. Причем они борются не за Украину, они борются против Путина. В данном случае цели Украины и легиона совпадают. Но не только на фронте с оружием в руках воюет свобода России. Важна и внутренняя борьба. В России поднялась волна саботажа. Горят военные объекты, горит инфраструктура, множатся хлопки, возгорания и другие несчастные случаи, которые мешают проведению так называемой спецоперации. А чего только стоят повальные поджоги российских военкоматов? То есть военкоматы поджигают как минимум в 15 раз чаще, чем раньше. И это только те случаи, о которых известно наверняка. И на многих сгоревших объектах красуется латинская буква «Л». Вот такая. А означает она, верно, легион свобода России. Россияне, присоединяйтесь к нам. Нас сейчас сотни. Но будут нас миллионы. И имя нам – легион. Есть у освободительного движения и свой флаг. Бело-синий-красный флаг сегодня ассоциируется с нацистским режимом Путина. Флаг свободной России – бело-синий-белый. Он должен появиться в каждом российском городе. Насчет каждого российского города мы не знаем. Но то, что он все чаще стал появляться на разнообразных митингах и концертах – факт. И не только в России. Бело-синий-белый флаг. Он стал появляться на антивоенных протестах в разных городах по всему миру с начала марта. С таким флагом свободной России уже выходят на протесты в Лондоне, Нью-Йорке, Варшаве и других городах. У него появился свой инстаграм и даже сайт. Данное полотнище не имеет какой бы то ни было истории. Кто-то связывает его со стягом когда-то свободолюбивого Великого Новгорода. Кто-то видит в нем зарисованный кровавый след на российском флаге. Но как бы то ни было, именно этот бело-синий-белый стал символом борьбы против кровавого режима современной России. Символом депутинизации. Пусть этот флаг станет символом протеста против этой войны, которую начали расшисты, фашисты на моей украинской земле. Также в когорту хороших русских ходит движение «Останови вагоны». Российские рельсовые войска работают над тем, чтобы оккупационная военная техника, провизия, топливо и расходные материалы не доходили до фронта. Они поджигают релейные шкафы, разрушают стрелки и пускают под откос поезда. Подрывают даже железнодорожные мосты. Один такой случай уже зафиксирован в Курской области. Кто-то может сказать, что они обычные бандиты и вредители. На что партизаны приводят очень показательную статистику. Специальная военная операция свыше 25 тысяч погибших мирных жителей, свыше 26 тысяч погибших российских солдат. Антивоенное движение «Останови вагоны». Ноль погибших. Поэтому кто настоящий бандит, а кто спаситель, видно невооруженным взглядом. И работают своеобразные спасители, скажем честно, достаточно эффективно. Победные диверсии рельсовой войны происходят чуть ли не каждые три дня. А масштаб железнодорожного освободительного движения уже достиг невероятных размеров. Железнодорожное сопротивление поясало Россию. Это 50% территории страны и главные железнодорожные артерии. Поставлять оружие на войну становится все сложнее. Неудивительно, что наступление нашей армии на чужой земле застопорилось. Надеемся, власти хватит мозгов прекратить боевые действия и вывести наших парней со всей территории Украины. Группы рельсовых партизан работают аккуратно и имеют целый список правил, которые позволяют им не попасться. Специально каждая группа не знает о другой совсем ничего для безопасности. Они говорят, что Крым — это Украина. Партизаны создают анонимные чаты, чтобы делиться методами и координировать работу. И счет участников идет уже на тысячи. Стоит отметить, что первыми подобные саботажи начали устраивать белорусы, которые не могли молча смотреть на то, как с их родной земли орки запускают ракеты по мирному населению Украины. Управление поездами фактически переведено сейчас в ручной режим. Движение приходится регулировать флажками. Уничтожены дорогие релейные шкафы, на восстановление которых уже не хватает запасных частей. Само-провозглашенный маразматик объявил охоту на рельсовых партизан. Несколько бойцов даже было схвачено. При этом агентурная сеть свободолюбивых белорусов только разрослась и останавливаться не собирается. Ресурс нас не исчерпан, и мы будем продолжать дальше. Помогать нашим украинским коллегам в борьбе с российской оккупацией. Вообще в белорусах течет кровь вольного народа. Жаль только, что гнет совка, а после лукашенковская диктатура многих уничтожила, а многих остудила. Белорусы не смогли дожать в 20-м году своего палача, а в 22-м позволили сделать из себя мировых изгоев. Белорусы, когда приезжают в одну страну, потом решаются переехать в другую, и выясняется, что их не желают, там ведь не пускают, и им приходится возвращаться. Правила въезда в Евросоюз очень строгие. Многие страны ограничивают въезд белорусов. При этом массовые увольнения из армии и невыполнение ряда приказов не позволили открыть Северный фронт в Украине. Но отдельного уважения и гордости за белорусов заслуживают ребята из батальонов, которые непосредственно душат орков на украинской земле. И их немало. Белый легион – так называется один из отрядов белорусских добровольцев в Украине. Действует и официальное военное подразделение белорусских добровольцев – Белорусская рота Азова. Слава Украине! Но, пожалуй, самое многочисленное и боеспособное белорусское подразделение – это уже полк Костуся-Калиновского. Украинская деревня оккупирована российскими войсками. Сегодня мы ее освобождаем. Русский! Парня, выходи! Выходи, будешь жить! В подразделении уже появились свои герои и звезды. Разъебляешь ли сегодня орков? Путин, ты ху**о знай. И весь твой русский мир погибнет вместе с тобой. Чеченцев не видел, конечно, но пахнет вот этими писюнами по стенам, которые разлетелись. Пойдемте покажу. Появились и свои потери. Были под Бучей. У нас там погиб Литвин в бою. Был бой под Эрпенем. Там погиб Дмитрий Террор. Отстояв Киевщину, сейчас полк Калиновского гонит орков в южном направлении. Бесстрашные белорусы воюют боб обок с украинцами. Другой украинский военный. Блин, подарил мне наушники тактические. Не знаю, чего так, но они очень ценят нашу помощь. Помощь белорусам. Дякую вам, белорусам, за дубов. Дякую другую руку. Дякую за вашу стиль. Перемогу над бастолями и смерть угранами. С такими плотваками у всех собаков не ваша. Слава Украине! Героям слава! Живее, Беларусь! Живее, вечно! Победе Украины белорусы видят будущее своей страны. Все белорусы понимают, что свобода Украины – это и свобода Беларуси. Я вернусь только в свободную Беларусь. Тут на танках, да, это как раз? Да, ага. И диктатору есть чего бояться. Это не безоружных людей на улицах расстреливать. ОМОН здесь не поможет. Да и штабная армия вряд ли защитит, когда вернутся ребята с реальной войны. Ребята, которые умеют воевать и готовы умирать за свою родину. Горят чьи-то жопки. Живее, Беларусь! Живее, вечно! Умирай, Россия! И думаем, усатый это отлично понимает. Слушайте, нет войне, нет войне, кричат везде. А формируют батальоны из обезумевших белорусских граждан. Не обезумевших, а настоящих граждан своей страны. Людей, чья позиция не расходится с совестью и честью. Должны сказать, что есть такие и в других странах, которые еще не так давно были, а некоторые и остаются под гнетом Кремля. Это война и для грузинов тоже. Мне всего 20, но я чувствую, что я делаю все правильно. Мы собираемся отодвинуть россиян. Не имеет значения, будет это длиться день или три года. Мы на правильной стороне истории. Несмотря на трусливую и предательскую позицию грузинского премьер-министра, многие в Сокартвелло не только поддерживают, но и воюют за Украину. Голор, Джорс! Голор, Джорс! 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 У нас есть уникальный шанс вернуть наши земли, наши регионы, Абхазию и Самочабло для восстановления территориальной целостности Грузии. Пора, братья! Слава Грузии! Слава Украине! Воюют на стороне Украины и азербайджанцы, которые также немало бед натерпелись от России. И азербайджанцы поддержали. Ежедневно в посольство Украины в Азербайджане обычные люди несут подушки, лекарства, средства гигиены и продукты. Подгузники для детей, салфетки, лекарства, все на что хватает пенсии. Хотели и деньги отправить, но деньги не берут. Да поможет им Бог. Это все мелочи, мы очень волнуемся за них. А чего стоят чеченцы, которые уже 8 лет борются за свою и нашу государственность? Настоящие чеченцы, а не клоуны кадыровские. Ичкирийские батальоны уже давно овеяны боевой славой. Я знаю о десятках, может, сотнях чеченцев, которые воюют, и которые еще больше чеченцев, которые помогают тем, кто воюет сегодня. Непосильную помощь с самого первого дня войны оказывают и прибалты, эстонцы, литовцы и латыши. Они очень хорошо знают, что такое российский гнет. Они испытали это на себе и поклялись никогда больше. Все то, что мы тут сейчас в Украине делаем, это наше будущее, это будущее наших детей, в том числе и моих. Отстаивают независимость и соборность Украины и добровольцы из других цивилизованных стран. Много поляков, британцев, израильтян и американцев. Есть французы, нидерландцы и многие-многие другие. Я буду повторять снова и снова. Поляки будут воевать не просто за Украину, а за весь украинский народ. Весь мир, включая даже некоторых россиян, видят, что бункерный нацист решил устроить геноцид украинского народа. И все они, о которых мы вам поведали, готовы отдать последнее, что у них есть – жизнь. Кто-то за Украину, кто-то за будущую Россию и Беларусь. Кто-то за чистое небо над Европой. Но у всех у них враг один – цвихнувшийся полоумный карлик со своей чумной свитой. Легион не сложит оружие до тех пор, пока Россия не освободится из-под гнета бандитского режима Путина. При этом не стоит забывать, что все живущие в России – вменяемые. Родина, друзья, это не жопа президента. Родина – это бабушка, нищая на вокзале, продающая картошку. И клинически невменяемый. Вы бы начали наступление, которое в феврале началось? Я бы сзади нее захватил бы уже. Сейчас просто Украина, Россия станет в один миг и все. К спецоперации? Да, да, да. Положительно. И даже хорошие русские будут одинаково платить репарации Украине. Разница лишь в том, что одни это будут делать, скрипя зубами, и дальше ненавидя украинцев. А другие будут считать это чувством долга и попытки прощения за те преступления, которые натворила их так называемая армия. В Украине должны быть переданы какое-то X количество денег за каждый кубометр газа и за каждый баррель нефти, пока Украина не будет полностью восстановлена. Что касается войны, то она когда-нибудь закончится и закончится победой Украины. Уж слишком многие этого хотят и готовы многое принести в жертву. У нас есть шанс изменить этот мир к лучшему. Там, где люди не будут жить, зависят от хотелок одного урода. Я считаю, что так не должно быть, и поэтому я еду. В конечном итоге Украина вернет все свои земли. Беларусь выберет законного президента, а цивилизованный мир вздохнет с облегчением. И тогда, может быть, как говаривал Леонид Быков, мы соберем сводный оркестр и как затянем... Ой, лузи, лузи! Червона колына, о, гибли, мася! Уж пробуем. Чогось наша славна Україна зажурилася. А мы тую червону калину підимемо... А мы нашу славну Україну, ей-гей, розвеселимо... А мы тую стрелескую славу спережемо... А мы нашу славну Україну, ей-гей, розвеселимо... Больше восьми лет они всеми силами разжигали ненависть. О чём вообще с вами говорить? Разнесём Киев ядерными ракетами. Делали всё, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут, они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там! Но их план не сработал, ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем YouTube-канале, а также на Патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Всё будет Украина!